Ребята, привет! Я хочу продолжить отвечать на вопросы Анны. Она спрашивает, не бывает ли у вас приступов в лени? Вот, и я хочу ответить так, что я не похож на человека? Я что, робот? Бывает. Бывает, конечно, я человек, как и вы, и на меня действует очень много разных, скажем так, факторов, которые действуют и на других людей. И такой из, ну скажем, таких качеств, как лень, ну скажем, я думаю, что у всех людей есть это качество, вот, но она проявлена по-разному. Вот, и скажу так, что очень часто, почти каждый день мне нужно себя в чём-то заставлять, мне нужно себя заставлять что-то делать. Это либо заниматься дизайном, либо тренироваться, либо приготовить еду, либо постирать вещи и так далее, и так далее. То есть, очень много дел, которые нужно делать, и я чувствую лень, и мне нужно себя преодолевать, особенно, если это бег по утрам. Вот, ребята, поверьте. А если вы себя ещё плохо чувствуете, я себя плохо чувствую, то ещё вдвойне сложнее себя заставить. Вот, но как же, ну, я справляюсь? Ну, как бы, во-первых, просто нужно делать, и всё. И это бывает очень сложно. Но есть такая формула, что, да, очень сложно, но возможно. Вот, просто делайте, и тогда вы, как бы, будете перерабатывать эту лень. То есть, вам будет становиться легче. То есть, если забить болт и просто лениться, то есть, ничего вообще не делать, то чем больше вы ничего не делаете, тем больше оно вас засасывает, как трясина, и вам становится сложнее и сложнее. Поэтому просто делайте, даже если очень тяжело. Вот. Есть хорошие новости. Вот. Не всё так сложно. Есть такая новость, может быть, для вас не новость, под названием ритм. Вот. Что такое ритм? Кстати говоря, после того, как я вам это расскажу, вы можете понаблюдать за своей жизнью и написать в комментариях, ну, работает это для вас, либо нет. Ритм — это когда вы что-то делаете постоянно, ежедневно, постоянно. Вот. Это как музыка, да? Вот. И у вас, как бы, есть определённый ритм. И хочу сказать, что любое дело, которое вы не возьмёте, то если вы начинаете только, либо, там, приехали с отпуска, и вы, там, месяц не работали, и вам нужно возобновить свою работу, то есть, вы, как бы, возобновляете свой ритм. И, конечно же, я, ну, чувствую дискомфорт вначале, что вот, и пошёл на работу, либо, там, всё, вот, начал проект, и есть какой-то внутренний такой дискомфорт. Вот. Вот. Но, ну, и многие, как бы, начинают думать, блин, это навсегда, на всю жизнь. Не, ничего подобного. Просто нужно перетерпеть и просто делать. И вы заметите, я заметил, что через 3-4 дня, ну, где-то через неделю, когда я просто работаю, допустим, делаю дизайн каждый день по 3-4 часа, я через неделю, я же чувствую себя легче. И вообще через, там, 3 недели у меня вообще так всё просто как по маслу идёт, потому что я вошёл в ритм, и когда я выхожу в ритм, мне становится легче. То есть, легче работать с ленью, легче вообще работать, потому что организм, ваши нейронные связи, они, как бы, возобновляются, мозг работает в ритме, и, как бы, организм тоже, ну, как бы, привыкает к ритму. И ритм, он связан не только с дизайном, там, с тренировками, с едой и так далее, и так далее. Когда вы входите в ритм, вам становится легче. Поэтому просто, как бы, резюмируя всё сказанное, то есть, если у вас появилась лень, ну, она всегда шепчет, что вы не сможете, это нереально. Ну, не верьте этому голосу, просто делайте, даже если вам тяжело, знайте, что всё возможно. Вот, главное, поверить и делать. Вот, и, и также, не забывайте, что есть такой друг, как ритм, который, когда вы входите, вы идёте, ну, как бы, вам становится легче. Вот, и это, как, знаете, когда вы разгоняете машину, то не всегда вы жмёте на газ. Бывают такие моменты, когда, ну, она едет сама по себе, либо когда едете с горочки, то есть, вам вообще не нужно ничего делать. То есть, и наша жизнь, она как, ну, трасса, да, то есть, есть прямые, есть горки, есть с горки, то есть, если мы едем в горку, нужно поднажать. Если с горки, можно расслабиться. Вот, но всегда будьте внимательны на дороге в своей жизни. Вот, спасибо, вам хорошего вечера. Будет следующее видео. Пока.